и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и сегодня я хотел бы вам рассказать о системе домов да в dark and light есть такая система то есть вы можете не строить свой дом а просто напросто его арендовать и это вам выделит в копеечку но если бы у нас существовали нпс то проблем бы не было где же эти самые нпс вы можете посмотреть моем предыдущем ролике в котором я рассказывал о том где же все-таки находится на письме на собственно так называется где найти нпс и почему их нет собственно система домов как видите я откуда поднимать по площади блин игра вообще жуть не оптимизированная и хоть я ставлю на максимальную графику хоть и ставлю на минимальную графику моих параметрах одинаково показывают fps 10-15 вот если падя сюда наверх как видите мы видим уже сразу дома и казалось бы это обычные дома но мы можем их арендовать подходим к табличке нажимаем бренд и за 490 монет мы можем арендовать его на 7 дней что же находится у нас внутри благодаря все той же не стабильной системе мы можем сломать здесь дверь и зайти во внутрь посмотреть ну собственно в этом огроменный плюс здесь у нас должна стоять кровать но как видите и нету здесь магический стол ступка печка здесь у нас идет гараж для того чтобы каких-то притомленных существ хранить и несколько сундуков и конечно же холодильник да мы можем им пользоваться в данном условии но к сожалению люди также могут испереть его как вы видите туда можно пройти сюда можно пройти домов куча там в куче и в целом это рассчитан на какой-то большой tribe а с данным данные интерпретации это называется дом либо семья вот и как видите можно спокойно вот как я говорю кроватка то есть на ней можно лечь поспать но что-то я не могу на нее лечь ну-ка голод бэт на том можно сломать как вы понимаете нам то есть допустим вот а нет это я не могу вот почему эти все остаются потому что я сломать не могу кровать я могу сломать вот собственно как видите домов дофига но стоят они тоже дофига но при всем при этом у нас есть другая альтернатива да у нас есть маленькая альтернатива вот этим большим домам для так сказать маленького для своего личного пользования все легко и просто пойдемте спустимся вниз и я вам покажу я показываю по по городу эльфов именно потому что я собственно играю за эльфов как вы видите у меня 12 лаву это обычный сервер на живот могу и посмотрим кто-нибудь ответит мне или нет вот собственно вот пожалуйста как вы понимаете это сервер и как видите здесь нпс у нас нету и жуть как у него бесит когда этого фигня лагает поднимаемся сюда и видим маленькие домики с этими домиками тоже не все так легко и просто казалось бы в эти домики можно зайти открыть наверное сломать дверь но нет если внутрь посмотреть кто там мы можем найти кровать и собственно по ходу дела все там единственное что есть это кровать и я больше ничего не вижу даже через через окна я ничего так и не нашел возможно что там что-то и будет внутри но открыть нельзя чтобы арендовать его как видите это мой домик арендован на четыре дня и четыре часа чтобы арендовать на два дня нужно всего лишь 30 монет 30 монет как вы прекрасно понимаете добыть очень даже легко даже на сервере где нет вписи так как у нас есть такая система как лутание бочек пойдемте пить хочу лутая бочки мы можем добывать монетки и уже собственно благодаря этому всему можем купить себе домик потратить минут 10-20 на то чтобы вот так полчаса но при всем при этом у вас будет свой домик на два дня где есть кроватка и так далее это вполне того стоит конечно это же не все и об этом я расскажу уже в следующем выпуске но о системе домов я уже вам рассказал поэтому на этом уже точно все как говорится всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментировать все как обычно все как всегда на этом все всем удачи всем пока всем счастливы и добра всем пока